Добрый вечер, бойцов святых! Добрый вечер, девушки! Вы такие милые, такие красивые, мы вас любим, об этом принято говорить, так принято считать. На самом деле все гораздо сложнее. У меня монолог, который я хочу сейчас рассказать, он о женщинах. И, пожалуй, я под ваши аплодисменты начну. Посмотришь голливудские фильмы, нам постоянно грозит апокалипсис, метеоритный дождь, нашествие на планетян. Это все полная чушь, нашу планету скоро захватят женщины. Доказательств того, что они готовятся к войне очень много, просто мы не хотим их видеть. Помните революцию? Нет, не оранжевую, а ту, которая получилась. Что первым делом захватили рабочие и матросы? Почту, телеграф и телефон. Вы видели хоть одного мужчину, который работает на почте, телеграфе или телефоне? Не настораживает? Все, что делают женщины, это масштабная подготовка к порабощению мира. Зачем им постоянно нужны новые сапоги? Вот не кеды, не сланцы, а именно сапоги. Где сапоги, там армия. Где армия, там война. Пока мы смотрим фильмы про апокалипсис, наши жены тайно закупают оружие, танки, самолеты. Да, это так, иначе куда можно было за неделю потратить все, что я заработал за новогодние корпоративы? И это только иллюзия, что мы, мужики, единая сила, и нас не победить. Среди нас много предателей. Танцоры. Штилисты. Продюсеры. Женщины более рассудительны, чем мы, и более осторожны. Заметили, что даже в туалет на вечеринках они идут как минимум втроем. Они всегда думают на много ходов вперед. Морально нас уничтожают еще в школе. Почему учителя по всем нормальным предметам женщины? А наши как не физрук, так трудовик. Ну максимум еще по пению, и тот, как правило, предатель. А этот их секс. Как они хитро придумали. Представляете, какой цинизм? Я два года ухаживал до этого, потом девять месяцев после этого, и все это для того, чтобы их стало на одну больше. В отличие от нас, они давно готовы к войне. На самом деле, Камасутра — это их боевое искусство. Смотрели? В начале книжки вроде бы на равных, а последний страниц 10, чтобы вы знали, мужик уже мертвый. Слабый пол. Да они сильнее нас и моральные физически. Вы когда-нибудь ходили с женой по магазинам? Представляете, какие нагрузки может выдержать их организм, если это для них отдых? Они нападут неожиданно. Рано утром, в воскресенье. Как немцы. Это почти всем нам плохо после субботы вечером. Не будет ни артобстрелов, ни ковровой бомбежки. Просто в один момент они перестанут делать то, что делают для нас каждый день. И вот мы, в грязных носках и мятых рубашках, неся огромные потери при попытке приготовить завтрак, за считанные минуты и сильные половины человечества превращаемся в стадо напуганных животных. Это будет самая эффективная война в истории. Разрозненные очаги сопротивления, возглавляемые отпетыми холостяками, жестоко подавляются карательными отрядами из бывших любовниц. Самые отчаянные уходят в лес, становятся партизанами. Но спустя время, из-за отсутствия женщин, партизаны постепенно превращаются в предателей. Так что, мужики, если будет война женщин и мужчин, шансов у нас с вами нет. Поэтому давайте их любить и ценить, потому что если не можешь победить врага, попробуй стать ему другом. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!